Доброго времени суток. Меня зовут Сергей. У меня рак хондросархома. Мне 34 года. Сейчас у нас 2017 год. Сегодняшнее видео будет тому, посвящено, как вообще после операции мне живется. Ну, что начнем? Начнем с того, что меня в июне прооперировали. В 20-х числах меня выписали. Выписали и все это быстренько сделали. Сделали красиво, аккуратненько. Есть на моем канале видео про это отдельное. Общее. И выписали. Дали выписной лист из больницы. Я знаю нашу бюрократию. Сходил вниз, спустился. Мне еще напечатали три листа. Поставил печать у них, как положено. Потому что бывает и теряется. И много чего. Я уже научился запас бумаги делать в такой аналоговом состоянии. Ну, что ж, меня выписали. В выписном листе было сказано снимать швы по месту жительства через 20 дней. Я живу в городе Пикалево. Мы приехали. У нас была куплена квартира в этом городе. Мы еще не зарегистрировались. Сразу же пошли в понедельник. Мы приехали в пятницу. В понедельник мы пошли, зарегистрировались. Там прошло около недели. Нам выдали паспорта с регистрацией. И я отправился в Пикалевскую поликлинику. В поликлинике мне оформили карточку. Записали все мои данные. Ну, и так как это самое еще 20 дней не прошло. С момента... Там, дня еще три осталось. С момента выписки и снятия швов. Я взял направление к хирургу. К хирургу сходил, попал на прием. Он меня осмотрел. Назначил мне перевязки. До этого момента, после выписки и до посещения больницы Пикалевской, мне делала супруга перевязки. Перевязки выглядят следующим образом. Это накладываются послеоперационные специальные лейкопластыри. Они широкие. Они рассчитаны на такие как раз вещи. Отлепляются удобно. Прилепляются удобно. Производство иностранное. Вот. Обработку она производила при помощи спиртового раствора. У меня был приобретен АКДЕС. Им, в принципе, и врачи обрабатывают также руки в поликлиниках. На приеме меня посмотрел хирург. Что он сказал? Ну, назначил перевязки. Перевязки мне делала Маргарита Васильевна. Она мне очень много перевязок делала. Хороший человек. Хороший специалист. И, в общем, дня через три подошло время снимать вот эти швы, как написано в бумаге, по истечении 20 дней в выписанном листе. Хирург посмотрел и сказал Маргарите Васильевне, что вот тут вот через один снять, а тут верхний оставить. Что может разойтись. Так и сделали. Я еще где-то дней пять проходил с основными швами. И потом мне сняли остатки швов. Ну и тут, как меня еще предупреждали в больнице самой, у меня разошелся шов. И началось загноение. Загноение. Это было уже дело где-то июль. Июль, да, уже наступил июль. Это было июль. И вот у меня пошло загноение. С супругой дома так обрабатывали. Перекись на бинт. Тирали гной. Ну и это в выходные дни. А в пятидневку я ходил на прием к Маргарите Васильевне. Она обрабатывала специальным растором. Я сейчас уже не помню, я у нее спрашивал. Накладывала стерильные повязки. Также я брал с собой вот этот бинт. Заклеивали. Потом по мере заживания переходили уже на обычный пластер. Кусками заклеивали. И где-то, так скажем... Воспоминаю. И где-то ближе. И начало августа. Начало августа. У меня все это дело стало благополучно заживать. Я так спокойненько посмотрел. Маргарита Васильевна сказала, что уходит в отпуск через неделю. Я так посмотрел, думаю, ну что, человеку надо едать. В принципе, мы тут и с супругой справимся. Стали дома делать так же перевязки, обрабатывать. И вдруг у меня загноился шов. Причем это загноилось до такого состояния. До рубца. До глубокого рубца. Мы обрабатываем. Ничего не понимаем. Все так. А, так же Маргарита Васильевна порекомендовала обрабатывать марганцовкой. Сказала мне, как разводить, в какой пропорции марганцовку. Мы обрабатывали при помощи вот этой марганцовки. И гноение продолжалось. Пока, знаете, я в один прекрасный момент не обратил внимания, что жена так с рубца, как будто что-то вытаскивает. Ну вот я так, так что такое. Да, она говорит, вот этот бинт разваливается. Про бинт. Про бинт заслуживают отдельно. В Пикайолеве появилось очень много аптек. Вот из серии аптек «Невис». Ну и, соответственно, есть тут городские аптеки. Она в поликлинике. Ну, как городские? В состаре аптеке. И одна надо идти. Но так как после операции я передвигаться не очень я был мобилен. Передвигался не быстро и не на небольшие расстояния. Я просто туда не ходил. В поликлинике, да, можно было приобрести бинт. Ну, я вот так понадеялся. И купил я бинт аптека «Невис». Называется стерильный бинт. Я еще задал вопрос, а что, говорю, бинты бывают не стерильные? Ну, мне, соответственно, ничто на этот вопрос не ответили. Так вот, когда мы стали этими бинтами пользоваться, у меня вот с этого момента и все загноилось. Мы это дело прикинули, проанализировали с супругой. И я потом сходил до старой аптеки и купил обычный бинт. Не аптека уже «Невис», обычный стандартный бинт. И когда мы перешли на этот бинт, потихоньку стало заживать. Так вот, в этот момент, с августа, и вот после операции, и где-то у меня в сентябре, в числах только в 15-х, зажил шов. То есть все лето, все лето, вот меня вот так вот кусками супруга мыло, чтобы не попала вода туда, все лето, да, он не мог зажить. В принципе, вот он бы зажил в августе, если бы не вот эти вот стерильные бинты аптеки «Невис» именно. Мне не понравился этот момент. У меня такой очень негативный отзыв об этих товарищах остался. Я как бы дальше никуда не писал. Ну, не до этого, действительно. Что это такое, стерильный бинт. Дальше что? Я стал на учет где-то, ну, вот как посетил хирурга, спросил, что мне вообще, как, я не знаю, как оформлять инвалидность, что почем. Мне сказали, вам надо к онкологу, у вас онколог все будет. Я записался, а зашел к заведующей больницы, поликлиники. Она мне все дала документы, все вот, что мне, каких врачей пройти, какие ксерокопии надо собрать. Я зашел к онкологу, Вахоп Валиевич, здесь в Пикалеве, и он все вот это дело заполнял. Все для комиссии МСЭ он заполнял. Что такое интересные моменты? Надо было сделать кардиограмму сердца, и тут первое встало дно. У меня отсутствует рука. Мне некуда крепить этот датчик. Без этого датчика ничего не получится. Хорошо, у меня осталась кардиограмма, которую мне делали перед операцией. Я ее показал, все, поставили, что все нормально. То есть, если вот такой вот нюанс, не выкидывайте такие бумажки. После чего я практически всех врачей собрал, я думаю, ну, что когда на эту комиссию МСЭ, мне заведующая поликлиника говорит, что они вот с такого-то числа и по 17 августа в отпуске. Вся комиссия, представляете, Бакситогорск, город Бакситогорск, комиссия находится в Бакситогорске. Вся комиссия просто уходит в отпуск. И им как-то по барабану, что там люди болеют, не болеют, как они там. Их это не волнует. А я, соответственно, остался без работы. И материального обеспечения у меня нет. И причем такой нюансик. Когда я собирал, когда мне дали справочки, ксерокопию, там была такая графа, ну, памятку дали, и там принести справку с биржи труда о том, что вы не состоите на учете. На учете. Ну ладно, 17-го числа мне назначили время в Пикалеве. Пришел незначительный на очередь. Тут местная комиссия больничная, она дописывает все это, подтверждает, стоит в печати и отправляет вот эту папочку с твоими документами, со всеми ксерокопиями, выписка из больницы. Через 20 дней готова была гистология, я за ней отдельно ездил. Ксерокопия гистологии, ксерокопия выписки из больницы, и плюс все пройденные врачи в городе Пикалеве. И далее номер телефона, звонить по телефону и узнавать, когда на прием. Я позвоню в это время. Еще такой моментик. После выписки из больницы, что-то было, не забыл, мне дали направление на протез. В Альберта. В Альберта. Я так зашел на интернет, посмотрел стоимость. Ну так, протез, руки с плечом, 70 тысяч. Я думаю, господи, за что? Альберт, я не помню, уже метро. Я так стал копаться в интернете. А что вообще есть? Что вообще есть? И мне попался протезист, у которого тоже нету ноги, он на протезе. И он изготавливает протез. Это компания Отто Ботто. Совместно с Германией, все комплектующие Германии. Я им позвонил, объяснил ситуацию, скинул фотографии в послеоперационном виде, как я вообще выгляжу. Он сказал, да, спасибо, что скинули фотографии, все. Назначил мне дату, я приехал. Он сделал мне медика вот это какое-то заключение, не помню, как оно правильно называется. Описал все, сказал, как это проходит будет, все объяснил, что мне потом делать. Я так, ну сколько вообще это хозяйство-то стоит? В общем, расклад какой? Там, как он мне описал, титановый стержень, на нем поролон, это не функциональный протез, это просто косметический. На него поролоновая рука и две силиконовые перчатки. И крепеж выбираешь на ремне, на защелках, на липучках, и все это дело будет где-то весить около 4 килограмм. Я поинтересовался стоимостью. Сколько стоит? Он говорит, 500 тысяч. Если хотите, вот у вас есть наличие, платите мне 500 тысяч, я вам прямо сейчас сделаю. Я так, да нет, что какая может у меня наличка 500 тысяч. ладно. Это отвлекся, возвращаемся. Я звонил в Бакситогорск, комиссию, и там мне назначают дату. И почему-то я слышал про это от Табото со стороны какие-то разговоры, что такое от Табото, это не пропустим. Я так думаю, ну ладно, протезиста-то я все равно найду. Мне назначили число 4 сентября. 4 сентября я приехал в Бакситогорск, назначенное время на комиссию, вы, ну, сказал кто, вызвали меня, пришел, врачи, поздоровался, разделся. Там начальник комиссии Елена Громова, Елена Ильична, Ильична, вот так вот. Она все это дело, знаете, ну, так вот жестко обтрогала, а все-таки, извините, это после, а у меня еще шов был как раз к этому времени не зажит, и кусок там залеплен лейкопластером. Она как-то, ну, это все так небрежно, мне не понравилось, надо все-таки же посмотрела, что-то там свое заключение записала, в общем, расклад такой в процессе, пока я сидел в кабинете, там раз, два, три, три специалиста сидели, расклад какой шел, никто не спрашивал, как прошла операция, как, что, почем, здорово, ну, спросили, как сама чувствую, я говорю, да, под речком, я так не унываю, все-таки онкология, и все разговоры начались про работу, а тетенька такая интересная, вот эта Елена Ильична, Ильична Громова, она как-то говорит, знаете, вот такой голос такой интересный, Сергей, вы же хотите работать, такой, какой-то говор у нее такой, не знаю, но не местный, не точно не Макситогорский, и не Ленинградский, я не знаю, откуда она, я говорю, как я могу работать, я слесарь потерял руку, она мне вот на что отвечает, ну, примерно, попробую я ее так процитирую, Сергей, ну, стараешь, это тоже работа, я думаю, господи, я про себя-то ничего не отвечаю, я думаю, ты вообще, ну, это же не медик, это МСЭ, это медика, социальная экспертиза, то есть, вы должны быть медики, но вы хоть гугл-то откройте, прогуглите, у меня хондросархома, в Википедии сказано, и на многих сайтах, что-то там 90% смертность наступает после пяти лет, после операционного периода, в течение пяти лет, я думаю, что у меня трупа ходячего, гуните на работу, так очень интересно, в общем, весь расклад шел какой, на этой комиссии, ни про здоровье, ни про что, весь разговор шел, вы давайте там от биржи отучитесь, какие-то курсы, в общем, меня в наглую, вот я вот своим словам говорю, меня, я ничего не стал отвечать, я ничего, я про ману, я стою, и еще мне, такой интересный момент, я не знаю, кто из нас глупее, начальник или я, но она мне задала вопрос, вот все документы, она мне задала вопрос, ну спросила про работу, я говорю, да вот уволился перед операцией, а почему, а сразу зарплата неофициальная, я говорю, да, зарплата неофициальная, ну ладно, а вы на бирже стояли, я говорю, нет, а чего вы не стояли на бирже, вы же могли деньги получить, я так сижу и смотрю на нее, думаю, товарищ начальник, мне же, я же вам подал справку, о том, что я не состою на бирже, А вы мне говорите, почему я не стоял на бирже? Вот этот момент я никак ее не понял. Она типа, ну так вы деньги потеряли. Я, конечно, мог бы постоять. Но зачем тогда вы с меня требовали справку о том, что я не состою на учете? Да, я получил бы пособие как безработный. Ну что ж, выдали мне бумажечку. Она является теперь инвалидностью. Там написано, вторая группа, общее заболевание сроком на год. Как я понимаю, в следующий год они меня попробуют. Но, наверное, не попробуют, они сделают. Они скинут на третью группу, но что ж, придется судиться. Если у кого-то есть такие опыты или слышали, напишите, пожалуйста. Или подскажите мне что-нибудь, я не силен. Ну, в общем, расклад такой. Если вам, как я сказал, вот вам вторая группа, если вам не нравится, Санкт-Петербург. Туда с заявлением. Ну что ж, против второй группы я ничего не имею. Я понимаю, что мне первой не дадут. На этом у меня закончилась медико-социальная экспертиза. Мне дали инвалидность второй группы, общее заболевание. Дальше я пошел в соцзащиту с бумагами. Мне дали бумаги из МССР и с бумагами, которые у меня были от Отто-Бота. Я пришел в соцзащиту. Там оформили протез. Не протез, а оформили вот эту заявку на протез. Мне, как они говорили, мне пришло через месяц одно письмо, и второе должно прийти тоже через месяц. Мы уже месяц прошел, но пока второго письма нету, но оно тоже должно прийти. Я как бы еще в комиссию не звонил, но я думаю, придет. После этого письма я еду уже в Санкт-Петербург. Звоню в Санкт-Петербург, и там мы обговариваем время, дата. Там согласовывают перевод денежных средств в эту компанию. И уже пойдет сам процесс изготовления протеза. Он в три этапа у меня обрисовал. То есть в три этапа будет протез слепок и подгонка. Ну, наверное, первый этап – это переехать вот в эту материальную сторону, какие-нибудь бумажные вопросы. Ну, не знаю, можете следовать. Но я запомнил три этапа, говорю. Ладно, запомнили мы все вот эти с МСЭНом. Са тютенька такая хорошенькая, вежливая. Она мне потом звонила. Надо было еще через личный кабинет. А, кстати, если вот у вас такая же ситуация, еще это не оформили, оформите через госуслуги личный кабинет, потому что он вам уже в любом случае понадобится. Вплоть от налоговой до пенсионного. Через личный кабинет надо было как-то еще продублировать это заявление, но я так и не сделал. Потому что я не знаю, как это делать. Госуслуги – это такой сайт с сырометиной. Вроде все есть, начинаешь. Да, есть такая услуга, но ты начинаешь, а нету твоего города. Не внесен в реестр, я не знаю как. То есть услуга официально есть, а ты ей воспользоваться не можешь. Нету ни видеоуроков, ничего. Ты не понимаешь, что там вообще делать, куда нажимать, как вот так методом тыка что-то делаешь, какие-то тебе приходят ответы. Ну, вроде все грамотно, все правильно, но сыромятина. Никому вот они запустили этот госуслуги, никому дальше дела нет. Ладно, после приезда с Бакситогорска я пошел в городе Пикалеве в соцзащиту. Там оформили, как правильно сказать-то, льготы на коммунальные услуги. Льгота 50%. Ну, давайте вот, как, да, пришел первый платеж, я узнал, что только 50%. Нас трое человек, я, супруга и ребенок. То есть мы все трое прописаны. Если мы платим, образно говоря, ну там без малого 3000 коммунальных услуг, что летом, что зимой, надеюсь зимой, так же будем платить. И вот на троих делится, то есть на меня, вот льготы, только с 1000 рублей. С 1000 рублей льготы, это 500 рублей возвращаются. Соцзащита. В школу отправил все документы, в школе ребенок питается бесплатно. Два раза в день. Дальше я после соцзащиты пошел в пенсионный фонд. Тут уже бюрократия. Я пришел в пенсионный фонд, у них все по записи. Пришел, обратился, там охранник у нас хороший такой, он пробивной, он человек понимающий, он входит в положение, каждому стараются помочь, хороший дяденька. И меня записали только через две недели. Через две недели я пришел, вот я не помню, надо было мне какие документы, не надо, да, там ксерокопия трудовой книжки, какие-то я документы приносил. Все записали, все переписали, и расчет происходил до октября. До октября происходил расчет, потом в октябре мне принесли это первое пенсионное пособие. Расклад какой? Десятка с небольшим. А вот еще такой момент. Я отработал без малого 18 лет. 18 лет я трудового стажа у меня, 18 лет. Но там у меня был промежуток, я работал без трудовой книжки где-то год. Да, где-то в районе года. Ну, вычтем еще стажа. Ну, ладно, давайте округлим. 17-16. Но стажа почему-то мне насчитали только 14 лет. Только 14 лет. Выкинули все больничные, все отпуска. Хотя не так, я много и болел. Ну, в отпуска положено, как ходил. Не знаю, правильно ли они посчитали, неправильно. Я сам ничего пока не пересчитывал, пока мне маленечко не до этого. В общем, 14 лет. Что мне начислили? Что мне начислили? По Ленинградской области, по городу Пикалево, Покситогорский район. Мне начислили десятка с небольшим. Десятка с небольшим. И... Там побольше. И на ребенка полторы тысячи. То есть где-то общий итог 13 тысяч. Я не знаю, это много, мало. Если вот у вас кто-то есть из людей, кто смотрит это видео, такая же подобная ситуация со второй группой, сколько вообще получают по Ленинградской области. И вот такой момент у нас есть, домик от дедушки остался на Вологодской области. Я просто думаю... Во-первых, меня комиссия МСЭ напрягает с этой работой. Такого я не слышал в Вологодских кругах. Я думаю, может мне туда прописаться. И спросил у товарища, но у него единственное инвалидом детство. У него 16 тысяч. У него пенсионное вот это пособие 16 тысяч. Человек ни одного дня не отработал. Вот я даже не знаю, как вот в этом случае поступить, если у кого-то есть, кто смотрит это видео, в Вологодских кругах и в Ленинградских. Мило для сравнения. Потому что я больше там никого не знаю со второй группой. И как бы сравнить. В принципе, можно мне прописаться на так называемую нашу дачу, домик от дедушки, и переоформиться туда. Может там и спокойнее, может и не придется вот этого выслушать, что я должен работать. Да я вроде как не знаю. Я не откажусь поработать, но эта работа должна быть какая-то не такая, знаете, какую мне дадут. Я уже понимаю, что мне придется спотеть из-за капиндоса. Да, сейчас государство обезует. Такие рабочие места дают, что... Ну, извините, я на ребенка все время выделяю. Я занимаюсь процессом кашеваривания. Да, у меня сделаны специальные приспособы. Я занимаюсь процессом кашеваривания. Выделяю на ребенка все время. Его вожу на кружки. С ним хожу в библиотеку. Берем книжки, читаем. Занимаемся с ним спортом. Он хорошо спорт тянет. И как бы, да, супруга у меня работает по ночам. Пятидневка в ночь. А они пирожки пекут на продажу по городу. Так что, ну, вообще не вариант. Если я еще буду работать, то за ребенком-то кто будет смотреть? И голодно будет. Не сготовлено жить. Я как бы, как работу не рассматриваю, как вариант. И на лето я планирую на дачу у нас садового огородного. Хочу посадить, вырастить и собрать. Вот. Так что планы мои работа не вхуя. Я не к тому, что я не хочу работать. Мои планы пока с работой не совмещаются. Ну, что ж. Вот так вот проходит. Что еще добавить? Вот так вот проходит жизнь после... Не проходит, идет. Идет. Проходит. Идет жизнь после операции. Что я забыл? Вроде ничего не забыл. Вроде все добавил. Бумажную работу в данный момент закончил. Жду в оформлении протеза осталось. Льготная все оформлена. Пенсионная все оформлена. Ставку я вам сказал какая. Про комиссию МСЭ я так и не понял, что меня на следующий год ждет. Надеюсь, как бы меня не будут скидывать со второй на третью группу. Потому что, ну что там вообще получать? Там вообще ничего получать. И как бы считать меня работоспособным с отсутствием руки, я не знаю, но это, наверное, совсем бред. Это чистый дизлайк Единая Россия. Да, они действуют по закону. Законодательство все изменено. Все это проточено. Все это сказано, что я обязан. Все у единороссов, все это проделано. То есть, законные части, они всегда везде правы. Это уже проверено. Ну что ж, если кто-то сможет мне подсказать по этим вопросам, подскажите, пожалуйста. Я скажу спасибо. С вами был... На сегодня видео заканчиваем. С вами был Машлин Сергей. До свидания и здоровья вам.